СОБЪЕКТ Объект номер SCP-1738. Класс объекта безопасный. Особые условия содержания. SCP-1738 хранится в камере содержания в зоне 77. Не допускается использование SCP-1738 вне проведения опытов. О проявлении у сотрудников внезапных новых фобий или необычного поведения следует немедленно опровестись в командовании зоны. Все сотрудники, назначенные на работу с SCP-1738, должны регулярно проходить плановое психологическое обследование. В случае подтверждения у сотрудника эффекта SCP-1738, пострадавший должен быть обработан амезиаком класса А и переведен на административную работу в одной из фирм прикрытий фонда. Описание. SCP-1738 представляет собой кресло для парикмахерской, изготовленный около 1999 года. Вся идентификационная маркировка была удалена с SCP-1738 до постановки на содержание. Единственный опознавательный знак представляет собой небольшой логотип МКИП. На задней части SCP-1738 имеется небольшая панель управления с отдельно стоящей клавиатурой и клавишами с чистой слоновой кости, содержащими символы различных алфавитов – латинского, кириллического и армянского. Этот аппарат до конца не исследован и, по всей видимости, является основным механизмом для управления аномальным эффектом SCP-1738. Человеческий субъект, садящийся в SCP-1738, приходит в коматозное состояние, в котором остается, пока не будет удален из кресла. После удаления он сообщает о чувстве интенсивной и конкретной фобии, которая не страдал до использования SCP-1738. Данный эффект можно настроить с помощью консоли на задней панели SCP-1738. Причем различные комбинации клавиш приводят к возникновению различных уникальных фобий. Тестирование на персонале класса D в настоящее время приостановлено, ввиду избыточного расхода ресурсов, необходимого для определения метод проб и ошибок эффекта SCP-1738. SCP-1738 был извлечен из клуба Marshall, Carpenter и Dark в Удаленом, Великобритании, когда сведения о его использовании были получены сотрудниками фонда, осуществлявшими мониторинг коммуникаций МКИД. Документация, обнаруженная при объекте, свидетельствует, что он был основной достопримечательностью клуба. Также подразделениям МОК-МЮ-3 удалось извлечь ряд других SCP-объектов, в частности SCP-2463 и SCP-2635. Известные субъекты, пострадавшие от SCP-1738, представлены ниже. Субъект УДАЛЕНО Высокопоставленный клиент МКИД ФОБИЯ Субъект проявляет крайнее беспокойство при воздействии квадратов, светящихся голубым светом, или при произнесении в его присутствии фразы «Команда Тест-1», а также испытывает приступы паники, будучи помещен в комнату, освещенной при помощи трех свечей в одном канделябре. Субъект УДАЛЕНО Высокопоставленный клиент МКИД ФОБИЯ Субъект испытывает панические атаки при виде определенной пары белых перчаток, изъятых вместе с SCP-1738. Приступы наблюдаются только в присутствии обеих перчаток. Субъект УДАЛЕНО Клиент МКИД Добровольно использовавший SCP-1738 ФОБИЯ Субъект испытывает панические атаки продолжительностью ровно 3 минуты при виде игральной карты голубого цвета с красной точкой. Субъект УДАЛЕНО Клиент МКИД Добровольно использовавший SCP-1738 ФОБИЯ Субъект испытывает панические атаки при виде фотографий, изображающих трех райских птиц вместе. Субъект проявляет заметную способность отличать райских птиц от похожих видов. Во время приступов неоднократно произносит фразу, измененной цитатой из произведения МОЗГ ДОНОВА КУРТА СИОРМАКО. Победу празднуем у любой, напитки плещутся рекой, а он твердит неисправим, что призрак гонится за ним. Субъект УДАЛЕНО Клиент МКИД Добровольно использовавший SCP-1738 ФОБИЯ При прослушивании любой из шести маленьких прелюдий, субъект пытается причинить себе вред и переживает индуцированным страхом судороги. Также употребляет фразу А он твердит неисправим, что призрак гонится за ним. Субъект Неизвестный исследователь, принимавший участие в создании SCP-1738 ФОБИЯ При любом упоминании об SCP-1738 или при виде кресла, похожего на объект, субъект испытывает сильные галлюцинации, которые переживают жесткое обращение со стороны своей матери. Примечательно, что мать субъекта умерла во время родов, и он был воспитан отцом. Субъект Неизвестный исследователь, принимавший участие в создании SCP-1738 Находится в кататоническом состоянии. Во время первоначального тестирования компьютерная томография показала обширную активность ее менделевидного тела. Вскоре после этого наступила смерть мозга. Примечательно, что исследования показывают, что данный субъект никогда не подвергался прямому воздействию SCP-1738. Продолжаются исследования возможности непрямого взаимодействия. Продолжение следует...